Ну что, доброго времени суток, уважаемые зрители, уважаемые телезрители. Продолжаем программу, приуроченную к юбилею университетского телевидения, 45 лет. Ну и в гостях у нас с мастер-классом Александр Аркадьевич Костриченко. Это краткое резюме. Кто этот человек? С 2011 года он работает на телевидении, успел поработать с рядом проектов. Это телекомпания РЕН-ТВ, Че, ТВ-3, продюсер, администратор, директор проектов. Ну и просто очень хороший человек. Сейчас он вам расскажет о том, что есть такое производство программ, что есть такое производство документальных фильмов и как вообще с этим жить в современных реалиях. Собственно говоря, слово тебе, Александр. Да, спасибо большое. Добрый день. Добрый день, друзья. Во-первых, поздравляю вас с праздником, со всеми этими памятными датами для вас, для вашего университета. И да, как правильно Александр сказал, соответственно, я 10 лет в телевидении работаю, работал много где. Сейчас еще в том числе и в кино. Немножко разные вещи можем сегодня поговорить об этом. Начнем с темы технологии производства документальных фильмов и телепрограмм. Кто может сказать, с чего все начинается? С чего начинается сама история производства какого-либо контента? Гениально. Действительно, когда приходит в голову идея, ты сразу в нее попадаешь и думаешь, вот сейчас мне нужно сделать какой-то классный продукт. Я хочу, чтобы была какая-то классная программа, я хочу поведать миру о чем-то. Но для этого, прежде чем эта идея обратиться в реальность, будет довольно тяжелый путь. С множеством ошибок, с множеством каких-то сложностей, с множеством подводных камней. Кто такой, в принципе, продюсер? Продюсер — это человек, основной задачей которого является коммуникация. Это человек, который собирает воедино все службы, которые задействованы в производстве программы, в производстве того, что вы себе придумали. И заставляет эти службы работать слаженно, не делать лишней работы, делать то, что нужно. Соответственно, когда к вам в голову пришла идея, вы должны подумать, что вам нужно для ее воплощения. Ну, прежде всего, это, конечно же, ресурсы. Ресурсы человеческие, ресурсы технические. С человеческими ресурсами все немного более понятно. В нашем современном мире технологий, где техническим как раз-таки ресурсам уделяется особое, главное внимание. Вы задумали документальный фильм. Вы хотите рассказать людям про какую-то невероятно классную историю. Первое, что вам нужно сделать — это написать текст. Для этого вам, как журналистам, я считаю, намного проще сделать, чем если бы я читал лекцию у операторов или у режиссеров. Вы пишете текст, вы в него уже вкладываете свою идею. Вы вместе с этим визуализируете, какую окраску придать той или иной вашей истории. Дальше с этим текстом вам предстоит работать на протяжении всего оставшегося проекта, времени, отведенного на этот проект. Вы создали основу. Подтекст, который вы создаете, это пока не окончательный, естественно, вариант, это даже не сценарий, это так, синопсис. Вы набираете людей. Потому что если вы будете рассказывать просто закадровым голосом о своей задумке, ну, в большинстве случаев, людям через 10-15 минут может стать не обязательно, что так, но может стать скучно. К тому же это будет просто ваше личное мнение, в ряции на тему. В документальном фильме, как правило, помимо закадрового текста и той истории, которую вы хотите рассказать, обязательно должны быть использованы комментарии экспертов, героев, то есть людей, которые могут, в принципе, подтвердить ваши слова, что да, действительно, это имело место быть, так все и произошло. Опять-таки, если мы говорим о документальном фильме, там какие-то исторические события, поговорите с историками, поговорите с теми, может быть, непосредственными участниками событий, истории, о которой вы рассказываете. И вот после этого, после того, как вы записали интервью, после того, как вы сообразили, как это сделать, после того, как вы поехали с операторами, сняли красивую картинку, сделали достаточное количество подсъемов для того, чтобы перекрывать ту историю, о которой рассказывает вам эксперт, после этого можно приступать, наконец-таки, к формированию самого сценария. Долгая, тяжелая работа с редактурой в процессе, он может меняться. У меня была история, что один сценарий переписывали больше 20 раз. При этом это были не какие-то косметические правки, это в какой-то момент автору захотелось, что типа, ребят, у меня очень хорошо получается, а давайте мы еще вот это сделаем, а давайте мы сюда вернем еще эту историю. А тут мне рассказали про какой-то новый факт. Кончилось все тем, что когда мы собрали хронометраж, собрали хронометраж этого фильма, а должны были сделать полчаса. Форматы документальных фильмов, это, как правило, 26 минут, 48 минут, ну, знаете, наверное. Кончилось все тем, что вместо полчаса у нас получилось полтора. И с этим надо что-то делать. А автор не хочет выкидывать все эти классные истории, он хочет, чтобы они остались. Тут подключается, опять-таки, продюсер, которому нужно попасть в заявленный хронометраж, которому нужно по-живому, так сказать, вырезать что-то, что ему кажется непринципиальным, и главное, договориться об этом. Важно же, чтобы еще съемочная группа в процессе не поругалась. Одна из основных задач, кстати, всего производственного процесса, это коммуникация, как я уже сказал, между всеми цехами съемочной группы, группой постпродакшена, группой какого-то финального технического отдела. Поэтому резать, не бояться, но выбирать, что можно оставить, что нельзя оставить, как происходит вся эта процедура, это каждый раз по-разному, это нельзя подогнать под какой-то формат, просто индивидуально. Допустим, у вас появился сценарий. В принципе, полдела сделано. Нет. Помимо того, что у вас появляются герои, эксперты, законченное повествование, начинается самая любопытная, самая классная часть работы, это наполнение вашего сценария картинкой. Конечно же, что-то вы, как журналисты, вы привезете со съемок экспертов, что-то вы привезете из их личных архивов, что-то найдете в хроникальных кадрах, но по опыту могу сказать, что этого будет как минимум недостаточно. Если перекроете половину фильма из этих условных 30 минут, о которых мы сейчас с вами говорим, будет очень хорошо, но, скорее всего, не перекроете, и нужно будет снимать. И это будут уже так называемые постановочные съемки, которые вам будут необходимы. И главное, в постановочных съемках, если правильно формулировать, наврать так, чтобы было не видно, что вы наврали. Понятно, что события, действия, о которых вы рассказываете, уже давно произошли, и мы там никогда не окажемся. А вот воссоздать картинку, воссоздать это событие, сделать так, чтобы не было никаких исторических ляпов, которые любой историк, например, посмотрев ваш продукт, скажет, нет, ну подождите, у нас общеизвестные факты, что там было все совсем по-другому. Получается недостоверность, плохо, переделывай. А это все дополнительное время, дополнительные усилия, которые, естественно, никому не хотелось прилагать. Уже переделывать сделанную работу всегда намного сложнее, чем делать заново. Поэтому очень важно, очень важно смотреть на этапах подготовки, о чем, как, сколько времени вы можете посвятить той или иной истории. Ведь ваш фильм, он же разбит на несколько частей будет. Наверняка тоже уже это знаете. Введение, основная тема, заключение, чем все кончилось. И на каждой этапах, на каждой этой стадии смотрите, пожалуйста, за тем, чтобы люди, которые у вас, например, участвовали в фильме, те же историки, те же эксперты, были в курсе, как вы это реконструируете. Они просто вам помогут, они подскажут, они сделают так, как действительно наиболее правильно. Следите за тем, чтобы была коммуникация в том числе и с ними, в том числе и с архивными службами. Это если прям делать действительно хороший документальный проект. Ну а с людьми мы разобрались, по людям все понятно. Операторы, режиссеры, сценарист, автор это вы, я так понимаю. Каждый хочет снять свой фильм же, правильно? Ну придет. Немаловажную роль играют именно техническое оснащение, техническая сторона, техническая составляющая всего происходящего. Раньше, как вы знаете, все было немного сложнее в плане съемок, в плане оборудования, когда ходили операторы с 13-килограммовыми огромными камерами на плечах, которые писали на кассеты, потом происходила оцифровка этих лент, отснятых неимоверное количество съемочного материала. Сейчас, в принципе, для ютуба, например, кроме айфона и петлички, чтобы что-то снять такое, ничего не нужно. Ну это если вот совсем начинающий этап. У вас в руках, по сути, у вас в карманах лежит инструмент, с помощью которого вы можете, приложив определенное количество усилий, каждый из вас, снять какую-то короткометражку. Из этого потом, как я уже сказал, что-то доработать, что-то дописать, что-то сделать еще, и вырастают как раз-таки первые какие-то сюжеты, первые документальные фильмы. Но если говорить о продакшене полного цикла, я посмотрел, Александр провел экскурсию, у вас в институте отличное оснащение, у вас отличное оборудование для того, чтобы делать не просто обычный документальный фильм, а очень хороший, качественный, соответствующий современным технологиям, соответствующий всем современным тенденциям контент. Поэтому подходите, в том числе, к вашим съемкам с большой степенью технологичности. У вас есть, я знаю, видел прекрасные студии, звукозаписи, озвучки, у вас монтажные станции стоят, не бойтесь экспериментировать, не бойтесь брать новое, потому что, когда люди говорят документальный фильм, это что, первое в голове возникает? Ну, в большинстве случаев что-то, что мы видим в серой хронике, в черно-белой серой хронике, и какие-то говорящие головы на черном фоне, ну, или на каком-то размытом фоне, как синхронный экспертов, синхронное интервью, лайфы и так далее. Добавляйте туда красок. Чем красочнее картинка, чем она глубже, тем это лучше воспринимается, тем лучше смотрится все то, что потом зритель скажет «Вау!» Это помимо текста, помимо отличной истории, которую мне рассказывает диктор, это еще и красиво. Никому долго не захочется смотреть на черно-белую хронику. Перебивайте ее либо современными кадрами, которые можно найти мест, например, тех событий, которые вы отсняли, либо же сейчас технологии, не знаю, Саш, у вас это есть, дошли до того, что с помощью нейросеток, не самых сложных плагинов. Хронику можно покрасить, естественно, не так, как я вас сейчас вижу, не в таких ярких, глубоких цветах, но хронику можно покрасить и сделать ее намного более интересной, намного более смотрибельной. Не самая сложная задача, нужно просто чуть-чуть разобраться и настроить один раз простой плагин. У вас, я видел, Авидовские, да, и Адобовские, что ли? Да, да, да. Вот туда. Это тоже, но абсолютно, этого мало кто делает. Сейчас на телевидении это только появляется. Вот на «Звезде», на телеканале «Звезда», я знаю, ребята красят хронику. На платформах документальных, ну, тот же «Кион», тот же «Окко», они красят хронику. И сделаете это вы, это будет, я уверен, ну, если не первые, хотя, может быть, и первые, но одни из первых в студенческом телевидении. Поэтому исследуйте, исследуйте новые технологии. Они сейчас практически в открытом доступе, ну, касательно Адобовских штук. Все в интернете лежит, все настраивается. Когда мы впервые это сделали у нас в продакшене, мы получили эффекты, которого не ожидали. Это очень понравилось тем, для кого мы делали документальные фильмы. Это очень разбавило картинку. Это было очень по-новому. Ну и, соответственно, вот вы смонтировали ваш фильм, вот вы покрасили хронику, озвучили, отдали в постпродакшен. Там музыкальные редакторы наложили правильные звучки, и звукорежиссер подкорректировал по уровню. У вас получилось? Получился ваш первый готовый продукт? Чтобы избавить себя, когда получается готовый продукт, всегда ты на него смотришь, свой первый, всегда ты на него смотришь и думаешь, блин, а вот здесь вот, наверное, надо сделать получше, а вот здесь надо было бы сделать по-другому, а вот здесь, наверное, нет, все плохо, все не нравится, переделаю, никому не покажу. Не думайте так. Нет, хорошо, думайте. Но знайте, что эта гонка за лучшим, она может завести вас в такие недры самокопания и самотерзания, что вы оттуда потом можете случайно не выбраться. То, что если вы качественно, хорошо подходите с этапа пре-продакшена, качественно делаете продакшен, то будьте уверены, люди, которые впервые увидят ваш продукт, которые увидят впервые ваш фильм, они, скорее всего, не скажут, что фу, какая гадость. То, что вы подумаете о том, что вот здесь я бы сделал по-другому, вот здесь я бы что-то поменял, это хорошо. Это значит, что вы набиваете руку, значит, что вы набираетесь опыта, что вы, в принципе, уже готовы к следующему какому-то этапу. Вы можете осваивать какие-то следующие приемы. В принципе, значит, пришло время к следующему фильму. Есть еще идеи. Можно сразу уже, учитывая предыдущие, не стесняться и начинать уже не сначала, но обратно с новой идеи. Для телевидения это самый рабочий процесс. То, что я сейчас рассказал, так, бегло, кратенько, я надеюсь, все уловили мысль, если нет, я потом на любые вопросы отвечу. Для телевидения это самый рабочий вариант. Если говорить о кино, как я обещал, немножко вскользь коснуться, там работает все совсем не так. Там намного больше времени, сил и ресурсов тратится исключительно на подготовку. Вот вы работаете уже у тебя, да, все? Нет, нет, нет. Это то есть ребята, которые только пришли, вот есть первый курс, первый в своей жизни стендап недавно записали, грубо говоря. Прекрасно. Тогда для сравнения. Сколько за один съемочный день для телепрограммы может быть снято материала по хронометражу? Как вы думаете? Ну, давайте так подскажу. Давайте исчисляться в минутах. Вот вам дали камеру. Вот вы взяли камеру у Александра, вот вы взяли оператора и поехали снимать. Сколько материала вы можете привести за один съемочный день, за одну смену? Который войдет, естественно, в финальный монтаж. Ну, хорошо, для телевидения это порядка получаса за день. С учетом интервью. То есть вы посадили человека, вы посадили спикера, нажали кнопку, он начинает рассказывать, вы задаете вопросы. В кино считается очень сложным днем тот день, когда мы сняли больше трех минут конечного материала. То есть в десять раз меньше. И примерно такое соотношение на самом деле и существует между сложностью съемки телевизионной и сложностью съемки кино. в десять раз больше готовится, в десять раз больше у вас будет съемочная группа, в десять раз больше сил вы потратите. Если, в принципе, для документального фильма, о котором мы начали говорить, перечисляя съемочную группу, начиная от автора, режиссера, корреспондента, оператора, может быть, двух видеоинженера, звука оператора, в принципе, съемочная группа может составлять 10-15 человек на фильм, то есть у вас будет в барабане, в финальном, в титрах 10-15 человек. Когда поедете, если попадете в кино, поедете снимать кино, там одна съемочная группа среднего масштаба 50 человек. И это не считая актеров. То есть не считая, если брать документальный фильм, не считая экспертов, которые будут у вас участвовать. Просто для понимания. При этом я не могу сказать, что кино намного интереснее телевидения. Я вообще не могу сказать, что кино интереснее телевидения. Каждая эта часть, она по-своему прекрасна. Потому что ни в телевидении, ни в кино так случается, что не бывает никогда одних и тех же задач. За что я очень люблю свою работу? Это за то, что у меня никогда в жизни, в принципе, ну практически никогда, не бывает рутины. У меня не бывает никогда одной и той же похожей задачи, одной и той же похожей проблемы. Когда вы придете на работу, куда угодно, в какие-то, куда вас, в общем, скажем так, жизнь занесет, к Александру ли в его продакшн, или еще куда-то, или в региональные какие-то студии. И первое, что я думаю, вы заметите, это, что вам никогда не будет скучно. И у вас никогда не будет двух одинаковых проблем. И как раз мастерство и профессионализм продюсера, журналиста, да кого угодно из этой сферы, заключается в том, чтобы быстро, в первую очередь быстро, и качественно придумать решение той проблемы, которая сейчас возникла перед вами. Конечно, какие-то есть типовые задачи, конечно, какие-то есть те же технические сложности, которые случаются у всех. Для них уже какие-то определенные правила выработаны, но в большинстве случаев. Вы каждый раз, когда у вас зазвонит телефон, и вы услышите что-то из разряда «Хьюстон, у нас проблема», в первые три секунды будете думать «Так, стоп, а это откуда взялось, и что теперь с этим делать?» Чем быстрее вы привыкнете к этому, чем быстрее у вас будет работать мозг, как это уладить, как это обойти, кому что сказать. У вас 10 минут до интервью, вам звонит спикер и говорит, «Ребят, я в пробке или я заболел? Я не могу. Я сегодня не приду. Что делать?» Это вопрос. Варианты. Есть какие-нибудь? Да вот буквально сегодня человек на ток-шоу должен был прийти лично, в итоге подключился онлайн. Раз. Конечно же. Подключился онлайн. Найти замену, передвинуть весь график, который вы составили на этот день. Опять-таки вы же берете камеру на весь день, она не должна простаивать просто так. Перекинуть каких-то героев куда-то пораньше, куда-то поближе. Это только самые простейшие задачи, которые случаются. И довольно часто. Были случаи, когда у меня на съемках, мне нужно было в течение часа где-то в деревне под Тверской области, просто режиссер захотел, найти двух коз. Так случилось. Вот по кадру было бы хорошо, чтобы здесь у нас еще стояли козы. Мне звонит мой художник-постановщик, говорит, «Александр, у нас проблема. Что такое? Нам нужно две козы». Если вы думали, что продюсер – это человек, который сидит в офисе и считает сметы, или пишет какую-то документацию. Нет, конечно, это тоже бывает. Но это в том числе и человек, который заходит в Тверской области, в деревню, не помню, Шебекина, кажется, не помню, по дворам. И, здравствуйте, извините, а можно у вас козу одолжить? Довольно быстро ты перестаешь уже зацикливаться на том, типа, господи, что я делаю. Это становится уже обыденностью. И если вы будете получать от этого кайф, если вы будете наслаждаться, в принципе, вот такими случаями, то будьте уверены, вы выбрали правильную профессию, вы находитесь на своем месте, и вам точно никогда не придется скучать на своей работе. Если кто-то хочет что-то спросить… Да, сейчас мы как раз перейдем к вопросу на ответной сессии. Для этого я попрошу микрофон в зал отправить. Куда-нибудь с краю просто. Итак, господа студенты, если у кого-то есть вопросы к Александру, он с радостью на них ответит, потому что время нашей встречи позволяет прекрасно что-то спросить. Искал ли он еще там коров, например, помимо коз или что-то такое. Я думаю, в принципе, он готов каким-то подобным историям поделиться. Да, давайте в формате пресс-конференции. Встаешь, представляешься, да? Хорошо. Как обычно. Мы будем заодно готовиться, раз уж к тому, что еще и у меня… Здравствуйте, меня зовут Шихудинова Лилия. Я также хотела спросить, какие еще были интересные истории, вот наподобие ТЭК, то, что вы искали коз. Историй было много. А мы в прямом эфире, да? Нет, мы записываем. Отлично. Ну, можно вырезать? Да, я про это уже. Историй было много. Ну, самые сложные, если брать как телевидение, так и кино, самые сложные партнеры или актеры, если это правильно назвать, два типа. Сложно очень играть с детьми, с маленькими, и сложно очень с животными. Ну, например, однажды едем мы на съемку, мы все там же, в Тверской области, про коров раз заговорили, едем по проселочной дороге, нам ехать еще километров 20 до места, где, собственно, локация. Мы опаздываем, и впереди нас идет караван коров. Стадо идет по дороге. Оно идет, естественно, не быстро. Самая отличная идея, которая тогда пришла в голову нашему водителю, оператору, это подъехать к корову, а мы долго уже за ним едем, они никак с дороги не сходят, и бибикнуть. Корова развернулась, пробила ему рогами радиатор. Причем абсолютно невозмутимым видом. Она дальше пошла по своим делам, но машины нет, мы внутри, до съемки 20 километров. Понятное дело, что решалось, понятное дело, что там вызванили кого-то, там приехали, забрали. Но животные и дети маленькие, это то, что невозможно спрогнозировать, с чем можно просто смириться и дальше как-то господствовать над хаосом. Спасибо. Еще вопросы? Да, вот там еще потом наверх надо будет микрофончик. Минаева Альбина, студентка первого курса режиссура телевидения. А как вы вообще, в принципе, пришли в сферу кино? Волею случая. Волею случая. Когда еще тоже я был студентом, я оказался, меня позвали поработать немножко в одну телекомпанию, и мне понравилось. Я остался, я сначала был администратором, потом я понял, что это все очень интересно. И главное, мне очень нравилось, что то, что я делаю, можно сказать, видит много миллионов людей. То есть, я не делал это просто так, в коробку куда-то, в шкаф, в шкатулку, это все выходит в эфир. И я понял, что я от этого очень сильно кайфую. Я захотел дальше развиваться в эту сторону, но если начинать сначала, как я пришел, я пришел случайно. Я пришел поработать на лето, на три месяца. Спасибо. Микрофончик наверх туда вот, да. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Николай Асуховский. Мой вопрос в следующем. Какие советы дадите начинающим сценаристам и на что вообще обратить внимание при написании сценария? Спасибо. Сценарий — это на самом деле очень сложное искусство. это такая сфера деятельности, в которой нужно очень тонко чувствовать, чувствовать то, о чем ты пишешь. Если брать советы, именно какие бы я дал, учиться у старших, учиться читать то, что пишут старшие, смотреть, как они это делают. Рецепты успеха как такового, его не существует. Есть только определенные правила, которым можно следовать, и тогда, может быть, не будет плохо. Если совсем начинающим, то главный совет, ну, наверное, не бояться. Тогда еще следующий вопрос. Какую учебную литературу научную вы тоже посоветоваете, чтобы лучше писать сценарий? Просто есть там тоже Роберт Маки, Кристофер Воглер, может, какие-то еще есть русские книги про только писать сценарий от русских авторов? Да, я, к сожалению, по сценариям немного знаю, именно про теорию, поскольку очень долгое время, последние лет 20, у нас все было на уровень выше, чем сценарий. У нас прекрасные операторы, у нас прекрасные актеры, у нас прекрасные режиссуры. Сценарий, пожалуй, самое, вот это мое личное мнение, я не говорю, что это обязательно так, как мне казалось, сценарий — это самая сложная такая штука, с которой все начинается, и старые советские какие-то методички, они устарели, с новыми, новые еще, может быть, не напечатали. почитайте тот же Илья Куликов писал, небольшая у него книжечка есть, почитайте про него, как он это делал, если отдаленно, ну, про сценарий вскользь Роднянский пишет в своих вот этих третьих переизданиях его книги «Как быть классным продюсером», спасибо вам большое. Вижу, есть еще вопрос на втором ряду, спустите микрофон вниз просто через, да, а вот тут сначала ближе, потом тебе обязательно, я тебя видел, все окей. Добрый день, меня зовут Юлия Салеева, у меня такой вопрос, у вас вообще был тернист путь, или все шло достаточно легко, просто, непринужденно? Были такие моменты, когда хотелось все бросить, и как вы с этим справлялись, если было такое желание? Постоянно. Ничто, в принципе, если что-то делать хорошо, если какой-то свой продукт выпускать, я практически не знаю таких случаев, когда все было легко. Ну, сложно представить, где так может сработать, в казино может быть. нет, было, было сложно, самое главное, у вас, если вы пойдете в телевидение, когда вы пойдете, в телевидение попадете в эту работу, скорее всего, у вас будет вечный недосып, но, когда вы будете сдавать свою программу, когда вы сдадите свою первую программу, или там первый фильм, радость, кайф, самоудовлетворение от того, что вы это сделали, оно все это перекроет. Невозможно даже сравнить с чем-то, с какой-то еще сферой деятельности, но я не могу. Когда ты кайфуешь от того, что тебе в час ночи звонит корреспондент, говорит, слушай, Саша, помогай, у нас тут мы снимали на каком-то заброшенном объекте, и вот нас сотрудники правопорядка прессуют. И что вот делать? Ну что, выезжать договариваться, потому что главное объяснять, что нет, мы не делаем ничего плохого, что все хорошо. Главный инструмент, например, в работе продюсера, это его способность общаться, 80% проблем, которые будут возникать у вас на работе, в вашей сфере деятельности, 80% проблем, вы сможете решить путем энного количества либо звонков, либо разговоров с кем-либо. Приблизительно 20% потребует непосредственного вмешательства руками, но это в основном техническая часть. То есть, если вы умеете общаться, если вы умеете правильно выстраивать свои пожелания, правильно ставить задачи своим коллегам, излагать свои мысли, то у вас, скорее всего, все получится. Ну и самое главное, конечно же, вы должны получать удовольствие от того, что вы делаете. спасибо большое. Был еще вопрос на втором ряду, я помню, потом на первый ряд спустимся, и вообще я думаю, что буквально еще вопроса 3-4, потому что время все-таки нас поджимает, надо понимать, что мы ограничены по времени. Немножко музыкальная пауза затянулась. Здравствуйте, меня зовут Регина Якупова, у меня вопрос непосредственно про команду, которая работает над проектом. То есть, я понимаю то, что можно набрать себе в команду людей так называемых универсалов, то есть, один человек, который умеет и с камерой стоять, и также он может по сценарию помочь, и еще где-либо. Либо эта команда чуть-чуть пообширнее по количеству людей, но при этом каждый человек отвечает за что-то определенное, и не отвлекается на что-то еще. Куда бы упал ваш выбор, и почему? Хороший вопрос. Зависит от того, что мы хотим получить на выходе, и какими силами, и какими целями. Этот выбор, он действительно сложный. В первую очередь, мне кажется, стоит подбирать вот для начала, для первого какого-то фильма, для первого продукта, стоит подбирать команду универсалов. Это не может быть не универсал в прямом смысле этого слова, что я один, умею все, я и режиссер, я и оператор, я и сценарист. Нет, но этот человек, который не просто пришел, ребята, я написал сценарий, вот, снимайте. Постоянная вовлеченность в процесс. на любых стадиях, на любых этапах, это то, что сильно упростит, во-первых, вашу жизнь, а во-вторых, если вы сами хотите стать большими профессионалами, то никогда не думайте, что ладно, вот эта вот история с камерой, я видео не умею, для этого есть операторы, я напишу текст и пойду. Смотрите, как это делается, попробуйте сами что-то смонтировать из своего же материала, во-первых, вам станет проще писать, вы пишете, не понимая, как это будет смонтировано, вы пишете одно, когда вы взяли, сами сели, собрали свой сюжет, вы понимаете, о, а вот здесь, наверное, стоило добавить вот этого, ой, а вот здесь надо было оператору сказать, чтобы подсняли побольше, вот, каких-то определенных планов, у меня, про, например, маленькую какую-то вещицу, которая в руках у героя, целый абзац, мы приехали со съемки, у оператора два кадра, что с этим делать, поэтому чем больше, я не говорю, что надо прям во всем разбираться досконально на уровне профессионала, но чем больше вы знаете смежных своих структур, чем больше вы понимаете, как это работает, тем выше вы будете цениться как профессионал. А на данный момент ваши команды из себя, в принципе, что представляют? Больше все-таки таких универсалов или людей, которые действительно вот одно что-то сделали и все? На данный момент у меня есть телепроекты, есть кинопроекты. И, как я говорил, отличается это приблизительно как хоккей и фигурное катание. Да, у меня есть костяк людей, с которыми я работаю. Это свои профессионалы, умеется оператор, режиссер, звукооператор, монтажер. Примерно все одно и то же. Но если брать какие-то вспомогательные должности, вспомогательные моменты, ассистентов, мы учим как раз тому, что он в какой-то момент может не просто подобрать архив, но сесть и смонтировать небольшой шоу-рил, взять лучшие кадры, смонтировать тизер. Операторов мы подбираем так, что да, с ними могут приехать осветители, гаффер, как это в кино называется, художник по свету. Но если вдруг у нас нет возможности тащить с собой 50 человек группы, то он сможет прекрасно сам все поставить, ну естественно с помощью каких-то ассистентов. Но он будет знать, как это работает. Монтажер, он режиссер монтажа, он склеит, он смонтирует хорошее видео. Да, по нарезке, по кадрам. Но те, с кем я работаю, они сами еще умеют даже не в простейшей, а уже в таком среднего уровня графическое оформление, в среднего уровня цветокоррекцию. Поэтому я больше за взаимозаменяемость, хотя бы на каких-то базовых уровнях. Спасибо большое за ответ ваш. Здравствуйте, меня зовут Софья Воронова, режиссура телевидения Такой вопрос. Возникало ли у вас желание стать именно режиссером своего фильма? Или все-таки только с продюсерской стороны подходили? Честно, оно возникало, но дальше этого желания, когда я прям окунался в историю, а как, а что, а зачем, как это работает, естественно, мы на площадке, мы все это видим, это больше творческая профессия, режиссер. Я все же больше по организации, технической части и общей картине. Поэтому режиссерам, наверное, нет. Если бы даже предложили, я скорее бы попробовал себя в еще чем-нибудь вот таком вот смежном, но не в режиссуре. Спасибо. А так, от своего взгляда, насколько сложно продвинуться в этой сфере кино? Например, даже если ты создал свой фильм и пытаешься как-то его презентовать большему количеству людей. Ну, конечно, сложно. Конечно, сложно продвинуться. Во-первых, очень большая конкуренция. К счастью, у нас очень много молодых, талантливых ребят, профессионалов уже посмотреть любые гиковские фестивали, которые делаются, да и не обязательно гиковские, просто любые фестивали. очень много короткометражек, снятых очень неплохо. Я действительно могу сказать, что прям хорошо. И все это молодыми ребятами. Многие остаются незамеченными. Рецепты успеха не существуют. Поэтому пробовать, спотыкаться, падать, заново пробовать, пока не получится, расти над собой. Вот, как правило, при маленькой то ли везении еще. Это может помочь. У меня есть знакомый режиссер, она начинала тоже с короткометражных фильмов, со временем сняла и полный метр, при этом с короткометражными фильмами она года три подавалась на все фестивали, до которых могла дотянуться, в том числе российские, зарубежные, отсылала везде, куда только можно, свои короткометражки. И со временем это выстрелило. Ее заметили, ее стали звать студии, вот мы видели, что это ваше, а можете для нас что-то подобное снять. И это уже история, где не ты, вот посмотрите на меня, конечно, а да, мы видели, мы вас знаем, мы вас приметили, старайтесь, чтобы как можно больше людей вас узнало. Фестивали, студенческого кино, короткометражные фильмы, благо в большинстве случаев сейчас регистрация на них через интернет и все довольно несложно. Все в ваших руках. Спасибо. Ну и давайте, наверное, последний, завершающий вопрос. Вижу вот поднятую руку, потому что по времени все-таки, повторюсь, мы немножко ограничены. Здравствуйте, Эльвира Амирова. У меня вопрос, вы где-нибудь преподаете на данный момент? Ну вот сейчас у вас. Нет, я нигде не преподаю. Я, пока мне не довелось так прям, чтобы в полный цикл какой-то программы выработать. Звали, вот как Александр меня позвал, звали на неоткрытых дверей, рассказывали, звали на всякие промо-акции, но своего курса у меня нет. А хотели бы создать на чьем заниматься? да, к предыдущему вопросу, наверное, да, почему нет? Спасибо. Ну что, друзья, на этой приятной ноте я предлагаю закончить. Напоминаю, в гостях у нас был Александр Аркадьевич Костриченко, человек, который с 2011 года на телевидении, РЕН-ТВ, Че, ТВ-3, ну и куча прочих онлайн-кинотеатров. Давайте еще раз поблагодарим вашим советами. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Оставайтесь с нами, впереди еще много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова